Привет! Это Коспит Танк Т3 Ультра, смарт-часы с большим амолед-экраном, полным функционалом по спорту и по мониторингу здоровья, а также с серьезным военным стандартом защиты. Дизайн, как вы видите, очень гармонично вписывается в защиту устройства и с этими часами точно нужно познакомиться. Комплектация у меня весьма интересная. Это фирменная коробка с самими часами, упаковка с двумя защитными стеклами, а также есть стильный стальной ремешок, с которым часы преображаются в деловой вид и смотрятся уже немного по-другому. На коробке есть все заявленные характеристики и возможности гаджета, а также характеристики начинки. Комплектация хорошая, внутри сами часы. Также есть одно защитное стекло с наклейками для удаления пыли, силиконовый спортивный черный ремешок, зарядные устройства и макулатура с настройками приложения. Сами часы вид имеют, выглядят стильно, дорого и дизайн у них подходит как для спорта, так и для делового стиля, стоит только сменить ремешок. Корпус сделан из тщательно отполированной нержавеющей стали, а экран защищен от повреждений, стеклом Gorilla Glass 3. Новинка получила 15 сертификатов военного стандарта MIL-STD-810H, защиту от пыли и воды 5 атмосфер и IP69K, а также гаджет прошел 28 внутренних испытаний на прочность. По словам производителя, это позволяет смело использовать устройство даже в самых экстремальных условиях окружающей среды. Танк Т3 Ультра оснащен 1,43 дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 на 466 пикселей, поддержкой сенсорного управления, а также в гаджете есть функция Always On Display. Это функция, которая позволяет устройству отображать ограниченную информацию, пока гаджет находится в спящем режиме. Управление происходит через 4 физические кнопки. Главная кнопка со списком приложений это правая верхняя. При ее нажатии мы можем зайти в различные приложения типа вызов, повседневная активность, Выбрать тренировку, посмотреть журнал тренировок за предыдущие дни, измерить пульс, посмотреть данные сна, а также их настроить. Артериальное давление также можем посмотреть. СП-02. Измерение стресса. Эмоция. Эмоция это измерение вашего состояния спокойствия или активности. Также видим еще одно измерение тонуса. Есть управление музыкой. Есть головой помощник. Можно узнать погоду через часы, если они подключены к смартфону. Есть компас. Барометр высоты. Дыхательные упражнения. Меню уведомления не только из смс, но и из мессенджеров. Также есть секундомер. Будильник. Таймер, которому можно задать много сценариев работы. Есть калькулятор. Удаленная съемка. Фонарик. Поиск телефона. Женское здоровье и настройки. В настройках можно сменить циферблат, не заходя в приложение. Выбрать язык из множества языков. Настроить функцию Always on Display. Настройка дисплея и яркости. И еще много настроек. И это только функция одной кнопки. Дальше правая нижняя кнопка показывает пульс сегодня и в данный момент. Также эту кнопку можно настроить под любые приложения, которые вы захотите. Левая верхняя кнопка открывает меню типа шторки, как в телефоне. Ну вот такие настройки. Перечислять я их не буду, чтобы не затягивать видео. Сюда можно еще добавить несколько дополнительных настроек, если они вам нужны. И левая нижняя кнопка показывает вашу активность в данный день. Управление плеером и множество различных показателей, которые вы также можете настроить как хотите. При занятии спортом поддержка двухдиапазонного GPS дает возможности для позиционирования как в условиях дикой природы, так и в городских районах с большим количеством помех. Вы можете отследить свой маршрут после тренировки и посмотреть его в приложении. И для любителей активного времяпрепровождения предусмотрено более 170 спортивных режимов и интеллектуальное распознавание шести видов тренировки, включая ходьбу, бег, езду на велосипеде, грибной и эллиптические тренажеры. Лично мне такое распознавание понравилось. Шел я по городу и часы сами предложили запустить режим тренировки ходьба. То есть часы постоянно измеряют нагрузку тела и сами понимают какая тренировка сейчас может происходить, если вы забыли например включить эту тренировку. Не подведет кстати и автономность танк Т3 Ультра. Часы оборудованы аккумулятором емкостью 470 мАч, который обеспечивает до 14 дней работы в обычном режиме, до 7 дней активного использования, до 3 дней с функцией АОД и до 24 часов работы с постоянно включенным GPS. Дополнительно есть функция барометра, поддержка Glownaz Beidou Galileo, JZSS и Naviq, а также возможность подсчета количества шагов, пройденной дистанции и потраченных калорий. Если во время спорта вам придет какое-то уведомление, то вы увидите его на экране часов в хорошо читаемом виде, а также с легкостью примите входящий звонок или сможете позвонить сами, не доставая смартфона. Это все делается очень легко, просто и интуитивно понятно. А вот такие измерения у меня были после поездки на велосипеде. Взаимодействуют часы со смартфоном через приложение, с которым давайте познакомимся поближе. Итак, у меня уже прошел целый день, очередной целый день с этими часами и давайте хочу подвести итоги, так сказать, отчет. Итак, подключаются часы по блютузу, сразу я включил гео-точку. Приложение у нас Glory Fit Pro. Так, можем наблюдать подключение, синхронизацию. Вот у нас подтянулись данные. Вот у нас можно посмотреть устройство Tank T3 Ultra подключено. Домашняя страничка. Сейчас смотрю чисто само приложение. Я сегодня больше ездил на велосипеде, чем ходил. Так что у меня шагово немного. Расстояние 8-14 километра. Переходим в спорт. В спорте вот у меня были две сессии на велосипеде. Можем зайти вот в определенную сессию, первую допустим. И вот перейти по GPS-карте и посмотреть, куда мы ездили. Вот у нас весь маршрут был. Вот такой маршрут. Ну, был вот такой маршрут. Я вот катался. В общем, было интересно. То есть, вы свой маршрут. Вот уже второй у меня сценарий. Вы весь маршрут можете просмотреть. Ну, такой же сценарий. Вы весь маршрут по GPS-карте, грубо говоря, можете посмотреть. Давайте сразу посмотрим, как запустить GPS. Ну, давайте, допустим, рассмотрим с часов. Нажимаем верхнюю кнопочку. Переходим в тренировку. И велосипед вне помещения. То есть, есть помещение, есть вне помещения. Тут вы можете выбрать много, большую палитру настроек. Вот, GPS подтянуло, показало гол. Я нажимаю гол. И полетели. Полетели заниматься. Оп, все. Пошло. Ну, тут подтянется потом в вашу метрику, скажем так. И вот уже пошли данные по вашему этому занятию. У меня его... Так, я его отключу. Чтобы отключить, нужно зажать кнопку на секунд 10. Оп. Все, короткая тренировка, заканчивая тренировка. Все, закончить. Все, раз. Оно подтянет. То есть, интересно. Очень интересно. Нужно дождаться, пока подтянется GPS. Далее. Тут можно сделать... Ну, опять же, это у нас управление приложений спортом. Тут можете выбрать много-много видов этого самого спорта. Видов спорта. Вот. Тут их очень-очень-очень-очень много. Точно, я не помню цифру, но около 200, наверное. Любые виды спорта, даже такие, которые... Даже в лифте можно ездить. Я не знаю, оно считает как спорт. Работа по дому, медитация. Вот. Инвалидный визок. Работа в наклоне. В общем, по спорту интересно. Кто увлекает за спортом? Часики бомба. Также, помимо спорта, у них есть защита. Серьезно. Я их и купал сегодня, и сам купался с ними в бассейне. И ронял их в песок, в камешки. Сразу скажу так. Цепляйте обязательно защитное стекло. Ну, не помешает так точно. Микро-микро-микро-микро царапинки я вижу. Потому что я так сильно хорошо так об камни их тер в песке. Камней было много. И также есть микро-микро царапинка. Нужно под определенным углом ее будет видно. Вот на корпусе. То есть, имейте в виду, ну, часы противоударные, все дела. Вы им ничего не сделаете. Но, как говорят, обшивку потереть можете. Так что, имейте в виду, я стекло защитное не накинул. Надо накинуть. Так, домашняя страничка. Еще раз смотрим. Это у нас главные характеристики. Кстати, вверху есть параметры температуры. Вот у меня такие. Прямо видите, на каждый день оно потягивает по интернету. То есть, все нормально, все прикольно. Все удобно. Тут уже разные измерения. Я, как бы, ну, не стал запариваться. Можно добавить, можно настроить все, что угодно. Часики реально годные. Ну, прям, прям сочные. Круто. В устройство переходим. Можно поменять дисплей. Вот все про устройство написано. Это у нас измерение единиц температуры настройки. Циферблатов можно выбрать огромное количество. В данный момент циферблат стоит стандартный. Я его не менял. Но, опять же, можно выбрать все, что хотите. Циферблаты, картинки. Все, что вам угодно. Часы много имеют настроек, скажем так. Можно выбрать, опять же, другие настройки. Параметры. Найти телефон. Фотография. Выбрать язык. Опять же, как в стандартных расширенных часах. Все, что хотите. Можно настроить. Кто сидит. Вот есть напоминание. Можете выставить напоминание. Когда им надо вам напоминать. Что, допустим, надо пройтись. Поприседать, например. Есть мониторинг здоровья полноценный. Вот такие у нас данные по здоровью. Что из интересного. Есть. Тут у них напоминание про программу. Написано. Немножко, наверное, неверный перевод. Вот, например, я подключил Telegram, Viber, Gmail и YouTube. Приходят уведомления. Сейчас сами посмотрим, как они приходят. Вот, мы видим, что приходят в Telegram. И сразу же пишется само сообщение на часах. Влазит много текста. Все можно достаточно хорошо, качественно прочитать. И вот так. Можно настроить много там программ. Но в Telegram, например, нужно включать упоминание или извещение. Потому что, если вы его не включите от данного абонента, то оно, понятно, не придет. А вот и у нас и Viber пришло. Чуть долго потянуло. Секунд 5-10 потягивало. Но потянуло. Все нормально. Так что, все уведомления из ваших приложений. Давайте вот еще раз. WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger. Messenger это Facebook. Gmail, Snapchat, Facebook. Хотя, вот видите, Messenger это Facebook и Facebook. Не знаю, в чем прикол. Но вот так. X, WhatsApp, Pinterest и, в общем, другие вот сети. Даже можно вот больше напоминаний сделать. И выставить еще там какие-то вот сети. Какие у вас установлены на телефоне. Что очень, кстати, интересно. Вот можно поставить Xiaomi Home. И сигнала. Аксерекорда. То есть, можно подтянуть другие какие-то приложения, которые вам интересны. Которые установлены на вашем телефоне. Вот так. Это, кстати, очень круто. Как мне кажется. В других часах такого я не замечал. В других часах можно было просто выбрать установленный перечень программ. Ну, с самим производителем. Не всех часах можно добавлять. Тут можно. Это круто. Ну, и также я. Это ваш личный профиль. Мой профиль. Цели. Официальный сайт. Официальный форум. Ну, в общем, настройки системы. Приложения интересные, прикольные. Ничем не загружено лишним. И все, что в нем есть, оно нужно. И им можно пользоваться. Также вот можно, опять же, поменять дисплей. Ну, давайте поменяем на пример. Например, пусть будет на этот. Ну, вот сразу видите. Оп. Меня товарищ тоже пишет и сразу же подтягивает. Вот синхронизовать дисплей. Вот у нас идет синхронизация. Сейчас посмотрим на новый дисплей. Что также интересно. Сам дисплей очень качественно отображает. То, что на нем происходит. Картинка сочная, яркая. Ну, зачет. Что могу сказать. Оп, смотрите. Синхронизировано. Вот такие у нас часики. Такой у нас дисплей. И рекомендую пробежаться по настройках самих часов. Вот такой поставил циферблат. Часы уже не привязаны к телефону. И вот как они у нас работают. Есть верхняя шторка. Мы двигаем ее, ну, как в телефоне. Двигаем ее сверху вниз. Показывает трубка. Это у нас Bluetooth включен, Bluetooth выключен. Для звонков, хочу заметить. Я пока отключаю. Эти часы могут принимать звонки и отвечать, можно говорить, по часам. Это стандартная тема многих часов уже в таком бюджете. Так что это не в новинку. Часы очень хорошо отрабатывают динамик. Динамик вот находится. Коспит Танк Т3 Ультра. Это очень достойные и продвинутые часы с отличным крутым функционалом и серьезной защитой. Прослужат вам они очень долго. Мне лично гаджет очень зашел по всем своим параметрам. И на руке действительно смотрится солидно и приятно. Всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите, как вам часики. А также переходите в описание к видео и ознакомьтесь с ними поближе, если вам как раз нужен подобный девайс. Всем удачи и хорошего отдыха в эти жаркие дни. Пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok